Здравствуйте! В студии Александра Прозорова. В эфире итоговая программа «Такой день» – это больше, чем новости. Это прямой эфир сюжета наших корреспондентов и гостей в студии. Сегодня наша экспертная тема – это контроль за исправной работой газового оборудования в частных домовладениях. Начало года было омрачено печальными событиями, связанными со взрывом бытового газа в Магнитогорске, а затем в шахтах Ростовской области. Как в нашем регионе выстроена система контроля за газовым оборудованием в микрорайонах ИЖС? Обсудим это с экспертом во второй части программы. А сейчас к новостям. Профессиональное образование будущего. Какие новые площадки начнут набор с сентября 2019-го? На совещании по развитию СУЗов региона сегодня прозвучало много интересного для родителей, студентов, работодателей и преподавателей. Все расскажем. Что происходит с поликлиниками Белгорода и Старого Оскола? Ответ дает руководитель Департамента здравоохранения региона. Какая связь между кошками и историей Белгородской засечной черты? Об этом в новых краеведческих изданиях региона. Белгородская область принимает первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и хрупких девушек. Заглянем за кулисы соревнований. Газовик звонит дважды. На что обращает внимание специалист в ходе проверки? И что делать, если вас не застали дома? Все подробности мы выяснили в ходе рейда. Опубликован рейтинг стран по восприятию коррупции населением по итогам 2018 года. Россия опустилась на три позиции и теперь занимает 138 место, а не 135. Рядом с нами такие страны, как Мексика, Папуа, Новая Гвинея, Иран, Ливан и Гвинейская республика. Возможно сдвинуть проблему с места поможет программа правительства страны по антикоррупционному просвещению школьников, которую подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тематика такого воспитания будет включена в цикл всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале Проектория. Ко второму кварталу Министерство просвещения разработают концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей. В течение всего года ведомство совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством труда и социальной защиты будет проводить в образовательных учреждениях лекции, семинары и квесты разъяснительного и просветительского характера. Проект управления здоровьем переходит на следующий этап. Теперь в центре внимания городские медицинские учреждения. Все подробности у моих коллег. В регионе идет реорганизация амбулаторно-поликлинической службы. С 1 января все поликлиники города Билграда объединены в одно юридическое лицо. Во-первых, для того, чтобы создать единую вертикаль принятия любых управленческих решений. Это должно сократить время для их воплощения на практике. Во-вторых, чтобы усовершенствовать материально-техническую базу учреждений. Говоря проще, территориально положение поликлиник не изменится. Там будет обязательный комплект медоборудования. А за сложными узкоспециальными обследованиями пациент сможет обращаться в диагностические центры. В Белгороде появится два эндоскопических и два онкоцентра, доступных любому жителю города, вне зависимости от прописки и прикрепления к конкретной поликлинике. Самая большая задача была не просто провести юридическое объединение, не просто увидеть какие-то экономические эффекты, а отталкиваться от запросов и потребностей жителей города Белгорода, от комфорта, безопасности и качества получения ими услуг, от тех обращений, пожеланий, где-то жалоб, которые высказывались в адрес работы первичного звена. Главная цель – повысить качество, безопасность и доступность первичной медицинской помощи. К примеру, время работы поликлиник увеличится до 20 часов, чтобы работающему населению было удобно. На базе белгородских СУЗов создадут образовательные площадки будущего. Правительство области предложило 10 шагов в развитии учреждений среднего профессионального образования региона. Что должно измениться на примерах Белгородского индустриального колледжа и Шебекинского ремесленного техникума разбиралась Екатерина Ковалева. Это лаборатория мехатроники и робототехники Белгородского индустриального колледжа. Одна из первых моделей, которую разработали здесь – умный дальнобой. Он может контролировать температуру рефрижератора, салона и улицы со смартфона, а также здесь есть встроенный пульсометр. Водитель едет, и сердце остановилось, то срабатывают тормоза. Губернатор Евгений Савченко предложил обучающимся создать беспилотную машину. И они уверены, что это в их силах. Наша группа занимается тем, что устанавливает датчики на виртуальной модели, датчики движения, чтобы робот сам объезжал препятствия. Я считаю, это профессия будущего, потому что будущее стоит за мехатронными системами. Учебные учреждения должны идти на несколько шагов вперед и знать, какие профессии будут востребованы через 2-3 года. Для этого, отметил губернатор Евгений Савченко, необходимо не просто тесно сотрудничать с якорным предприятием, но и создавать образовательные площадки будущего. По этому пути стараются идти все, в том числе и Шебекинский ремесленный техникум. Он презентовал новую специальность, набор на которую будет открыт с сентября 2019-го. Специальность, которую мы пролицензировали, по топ-50 техник по роботизированному производству. А это роботизированная ячейка по лазерному сканированию детали. Через несколько лет «Промагра» собирается открывать новое производство. Поэтому образовательная площадка на базе техникума нужна уже сегодня, чтобы воспитать кадры для своего предприятия. Мы разрабатываем новое производство в этом году, матричное производство. И где-то через 3-4 года у нас уже будет порядка 20-30 роботов. И нам нужны будут необходимые люди, чтобы обслуживать их. На совещании с работодателями и руководителями СУЗов были предложены 10 шагов к переменам для профессиональных организаций. Их выполнение будет напрямую связано с ростом конкурентоспособности белгородских предприятий и экономики в целом. Важны пункты и мотивация самих преподавателей СУЗов. Губернатор Евгений Савченко отметил, что зарплату необходимо увеличивать. Должны все в равных условиях как бы работать. Какая-то планка должна быть, ниже которой нельзя опускаться. Она должна быть в среднем где-то в районе 40 тысяч рублей на доставку. Также необходимый пункт развития модернизации системы СУЗов, капитальный ремонт учреждений. За три года на эти цели планируется освоить 3,3 миллиарда рублей. Екатерина Ковалева, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Заемщикам раздадут баллы. С сегодняшнего дня граждане могут запрашивать в Бюро кредитных историй не только свои досье, но и персональный кредитный рейтинг. Потенциальным заемщикам теперь станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов. Два раза в год каждый житель страны может бесплатно сделать запрос и получить ответ в электронном виде. Но лишь раз в год отчет можно получить на бумаге. И любое количество раз – за плату. В крупнейших бюро кредитных историй, Национальном бюро кредитных историй, Объединенном кредитном бюро и Эквифакс заверяют, что любой желающий может получить отчет уже сегодня. Напомним, кредитный рейтинг – это аналог оценки кредитоспособности заемщика. Каждое бюро кредитных историй рассчитывает этот показатель по собственной модели. В числе параметров наличие текущих или исторических просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заемщика, а также количество запросов по его кредитной истории. Сейчас погода и блок полезной информации, а сразу после будем говорить о безопасном пользовании газом в быту. А кроме того, вы увидите, какая связь между кошками и историей Белгородской засечной черты. Об этом в новых краеведческих изданиях региона. Белгородская область принимает первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и хрупких девушек. Заглянем за кулисы соревнований. Газовик звонит дважды. На что обращает внимание специалист в ходе проверки, что делать, если вас не застали дома. Все подробности мы выяснили в ходе рейда. Продолжение следует...